Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Ашвод и с вами Юрий Гемельфарк и Александр Глушенко. Несколько дней назад новая газета сообщила о том, что на городском кладбище города Пскова появились на могилах военнослужащих новые памятники и свежие могилы. Вот какая-то непонятная ситуация. Саш, что об этом не думаешь? Давайте напомним нам сначала, что в 2014 году в ходе активных боевых действий на Донбассе вдруг внезапно появились могилы без каких-то обознавательных знаков. То есть просто деревянный крест воскнул в бугорок. Без таблички. Без таблички. Там говорят даже просто нумерация шла. Могила номер один, могила номер два. Этим расследованием активно занимался Лев Шлозберг, если помнишь. Да, помню. Да и зрители должны помнить, что он даже пострадал физически от этого дела. Да, был. В него напали. Плюс к тому же не пускали на это кладбище журналистов, прокалывали им колеса. Помните, да? Да, было. В принципе, практически было доказано, что это могила военнослужащих Псковской десантно-штурмовой бригады. Все в этом разобрались, собрали необходимую информацию. Но ни комментариев со стороны командования этой части, ни комментариев со стороны руководства Министерства обороны не последовало. Вообще, просто была гробовая тишина на эту тему. Я помню, да. Никто ничего не хотел освещать. Прошло 3-4 года, и вдруг на месте этих захоронений, неопознанных, непонятных, вдруг появляются достаточно красивые, хорошие, добротные памятники. И журналисты раскопали, вот в частности, жена одного из погибших офицеров сообщила, что оплатила установку этих памятников Министерству обороны. Причем на всех этих постаментах или монументах указаны даты реального, дата рождения, дата гибели. — Вопрос, Саш, сразу. Юридический. В каких случаях Министерство обороны оплачивает установку памятников и погребений? — Не во всех случаях, наверное. — Если военнослужащий погиб или умер вследствие ранений при исполнении обязанностей военной службы. — Но позволь, тогда это признание, что их там есть условно, мы говорим. — Теперь уже да. Теперь уже да. Все, другого, никакого вывода сделать невозможно. Они там были. Может быть, и сейчас они там есть. Потому что много шло подтверждений, но не было никаких комментариев. Сейчас подумали так руководству Министерства обороны этой бригады, что так, все поутихло, все, значит, завершилось. Вроде как серьезной информации о боевых действиях нет. Ну, давайте отдадим последний долг, скажем так, этим людям. Хотя полностью, если вы признаете, что это военнослужащий, полностью был нарушен порядок захоронения и оформления вот этих погибших военнослужащих. Но в той же статье новой газеты, я опять же напомню, там приводились факты, что там есть какие-то могилы военнослужащих, датированных 6 марта, чуть ли не апреля. 2 марта это гибель, это гибель самолета Ан-26. А, в Сирии. Хотя тоже, да, там погибло 39 человек, в основном офицеры и генералы. И кто-то из этих военнослужащих этой бригады как раз и летел на этом самолете. По-моему, там приводится звание прапорщик летел. Да, по-моему, так. Вот, но интересный момент, что еще до сих пор не закончено расследование по гибели этого самолета. Ведь есть информация о том, что он все-таки был сбит. Был сбит, да. Это спорная информация, есть какие-то отрывки видео в интернете и так далее. Сложно этому верить. Верить можно только официальному расследованию, но мы прекрасно знаем, как у нас проводится официальная расследовация. Вот, я только что и хотел задать вопрос. Вопрос. Понимаешь, мы же с тобой, ну, в силу нашей деятельности, неоднократно убеждались в том, что наши официальные СМИ выдают, мягко говоря, сомнительную информацию. У меня возникает вопрос, а можно ли вообще доверять информации, которая исходит из наших официальных органов, из наших СМИ? Так, вот я, может быть, странный вопрос задал, но... Прямо скажу, все это находится под большим сомнением. Где результаты расследования по ТУ-154 военного? Я его не встречал. Нету его. И обыскал весь интернет, перелистал кучу газет, какие можно, которые на эту тему пишут. Там, в частности, независимое военное обозрение, еще другие журналы чисто... Ну, имеется в виду интернет-издание чисто военной направленности. Тишина. Никто ничего никому не сообщает. Не этот Международный авиационный комитет, Межгосударственный авиационный комитет. Естественно, раз вы скрываете это дело, то обыватель, обыватель, первым делом будет думать о самом плохом. Правильно? Если все хорошо, ну, давайте разложите все по полочкам, расскажите. Нет, а с другой стороны, вот когда скрывается подобного рода информация, то вот лично у меня, я это не обобщаю, выдаю сейчас вот то, как я думаю, у меня закрадывается вопрос. А эти люди, они кто? Они герои, которые защищали страну, или они преступники, которых там нет и их стыдятся? Вот у меня такой вопрос возникает. Ты знаешь, в уставе гарнизонный и караульный служб, есть такая книжка, которой руководствуются все вооруженные силы, есть такая глава, воинские почести при погребении, где детально расписано, как, каким образом должен быть захоронен военнослужащий, сколько там положено ему подушечек под ордена, сколько, ну, точнее, не сколько, а как они выносятся, как укладываются венки, как действует почетный караул и так далее, и так далее. Но ведь ничего этого не было. Если это герой, то где вот этот прощальный зал, где вот этот красивый памятник, так и рассуждают. Ну, значит, так хоронят обычно тех, кто умирает в местах заключения, то есть преступник. В общем, да. Грубо говоря, вынесли за ограждение колонии, да, и там где-то на местном кладбище прикопали. Вот тебе есть героизм. Да. А через 3-4 года, да, вот, а теперь все затихло, утихло, так нас никто тут... А тут, оказывается, есть дотошные журналисты, есть те, кто проводит расследование. И все это выложили. Но ответа, я уверен, ни от каких Песковых, ни от каких Соловьевых, ни от каких там Киселевых не будет никогда ни комментарий, ни ответов. От нас с тобой будет, а от них не будет. Понятно. Итак, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу этих... Скорбного вопроса. Да, по поводу этого крайне печального вопроса. Напоминаю, как всегда, выводы делать только вам. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok